доброе алтайское утро мы на сборах уже папа грузит машину мы отправляемся сегодня домой последние моменты ловим красивые виды воздух природы ну и отправляемся домой не охота домой все на сборах на чемоданах что-нибудь вам еще по пути расскажу сегодня мы доберемся к вечеру домой завтра едем на даче за животными понедельник уже на работу как бы не хотелось но надо врываться в эти буги вот так наш номер выглядит без кучи шматья прекрасная панорамная кошечка шторка есть все просторно на самом деле очень-очень уютно комфортно чисто вообще уже показывала ну вот расхламленный покажу все аккуратно чисто что не может не радовать ежедневно раннее утро собирают ходят мусор баки возле каждого домика вот такие баки большие меняют пакеты вычищают все мангалы подметают приводит бассейн в порядок пускают лестницу запускают фильтр доливают воду все вот здесь на высшем уровне чувствуется что прям делают с любовью работают от всей души поэтому база просто очень-очень жаль уезжать такого замечательного места но в следующем году мы обязательно вернемся сюда это сто процентов что будем собираться грузиться сегодня хотелось по плану вообще куда-нибудь еще заехать но все дело в том что все ночь все утро шел дождь сейчас немножечко посветлело но отчет настроение у всех уже домой ехать трава мокрая все мокрое наверно уже заезжать никуда не будем только где-то обедать людям по пути вот они стала наверное никакие сегодня больше посещать не будем хотя очень хотелось на катунские ванночки кто был хоть раз или не был тоже советую посещению это природные катунские ванночки вход там свободный такие заводим на природные бассейны скоту не с теплой водой потому что она там стоит поэтому кто не был мы сдали номера и готовы плакать потому что так здорово обязательно все следующем году пора едем будем ждать с нетерпением ну и хорошей нам дороги мы в путь к сожалению скоро такие виды уже закончатся мы будем наслаждаться до последнего красивейшая катунь бирюзовая эх деревья закрываются ладно тут такие виды а вот и кемпинг ах красота не устану повторять по поводу кемпинга сейчас расскажу маленько по поводу кемпинга на протяжении всей дороги начиная наверное с Ай и до Чимала уж точно по разной сторонам дороги идут такие вот лагеря кемпинги по большей части конечно же вдоль берега катунь и прямо на берегу катунь где можно присоединиться со своими палатками под подцепиться так сказать кемпингу есть места бесплатные где вы можете сами расположиться а есть также оборудованные кемпинги где вы можете сходить в душ в туалет подцепиться к электричеству подзарядиться вот ну и конечно же эта территория уже огороженная наверное охраняемая поэтому кто любители такого отдыха то тоже имеет место быть на самом деле вот очень много говорю прям вот едешь и базы кемпинг базы кемпинги поэтому на лохматую ферму сейчас проезжаем в этом году мы не поехали вообще много чего не посетили чего хотелось ну все не успеешь тем более с погодой не могу сказать что не повезло ну и не было всю дорогу жарко так сказать были дожди периодически что сградывало наше время которое приходилось проводить там в домике хотя можно было где-то еще поездить но в то же время сильно с утра до ночи где-то лазить и сил нет во-первых мы с детьми во-вторых хочется и просто отдохнуть у нас был такой комплексный отдых и батонились и где-то таскались лазали бегали вот поэтому вазу вазу прованс сейчас проезжаем на которой я вам рассказывал потому что мы году отбой 3 года назад отдыхали вот сейчас распогодилось разъяснилось поэтому не так все печально хотя утром мы встали прям лил дождь и было все затянуто но в горах вот такая вот погода может там лить ливень полчаса потом вылезти солнце еще и жаришкой не предугадаешь смотреть прогноз вообще смысла нет потому что прогноз погоды здесь не всегда забывается не всегда тот который заявлен нам надо где-то будет еще пообедать даже не знаю где потому что биск закрыт для проезда по обводной поедем в биске вообще-то можно было покушать обычно мы там ехать заезжали кушали но вот раз он закрыт там ремонтные работы какие-то то ли дороги то ли что делают поэтому будем уже по обстоятельствам смотреть еще нам конечно хотелось бы заехать на какой-то рыночек за медочком вот если папа наш заедет завезет нас будет хорошо собственно едем домой ну что пока наслаждаемся видами еще немножечко вам сейчас расскажу о нашей стоимости поездки на алтай я думаю многим будет интересно сколько потратили денег это не секрет абсолютно получается у нас было четыре ночи четыре ночи на базе ну и плюс все эти развлечения быть здоровы плюс в общем полностью мы потратили 40 тысяч рублей плюс бензин бензин не знаю у меня муж отвечает за бензин вот а бюджет у нас был вот 40 тысяч мы под ноль потратили вот поэтому в принципе четыре дня по 10 тысяч в день на четверых я считаю нормально вот мы не могу сказать что экономили но и не на широкую ногу по среднему так кушали в кафе каждый день один раз кушали на базе жарили каждый вечер мясо курицу колбаски завтракали мы на базе самостоятельно тоже у нас там какие-то каши были бутерброды колбаска сыр там в общем конфетки вот поэтому я думаю что это в принципе достаточно недорого для семьи из четверых человек но хочется в следующем году еще на подольше соответственно это денег нужно больше еще мы заехали на рынок вот с таким видом шикарный рынок базар ярмарка отоварились дочь купила сумочку я купила себе такой классный браслет кожаный натуральный с камушками купили мед купили маме подарочек купили так дети мед себе с орешками мед лера кружку себе купила но дочь нам сюда лера кольцо из камня себе еще купила в общем отоварились мед и зайца сумочку зайца так что все подчистую потратились наверное еще оставили здесь тысячи две с половиной так что бюджет уже за 40 перевалил я не снимала ой я не снимала так посмотрите какой я себе красивый браслет купила это натуральная кожа и натуральные камни просто вообще цвет прям мой 350 рублей стоит так ну что лера взяла себе мед кольцо вот такое 200 рублей мед акация горная 300 по моему рублей или 350 кружка вот такая солта это ей дядя максим подарил у николюшки мед в бочонке медвежонке таком это голубейка кокос да дочь потом вот она сумочка николюшки и здесь мы себе с мужем взяли вот такой вот в мишке тоже с кедровым орешком мед и смотрите еще взяли вот такая губка витаминка горный алтай ручная работа она напитана средством до полугода написано ей можно мыться просто мочить и средство будет появляться вот скриньте здесь описание высохли вот такие покупочки мы совершили ну и все и отправляемся домой так что так девочки знаете что еще хотела сказать вернуться на пару дней назад когда мы ездили отдыхать в чемал стори комплекс с бассейном значит там какая история получается на входе вам выдают браслеты на каждого посетителя выдается браслет но денежками пополняется только один ну чтобы удобнее было отдельно вы платите за вход и отдельным чеком пополняете браслеты с этих браслетов можно покупать еду напитки там напрокатают круги различные вот эти для плавания в общем внутри комплекса вы расплачиваетесь этим браслетом браслет можно допополнять и проблема вся возникла в чем я вам по-моему тогда не рассказывала сейчас расскажу мы значит приехали отдыхали и уже ближе к обеду захотели покушать но там во-первых китс кафе очередь огромная очередь была и заказать даже если отстоять всю очередь купить покушать там невозможно пиццы они уже заказы не принимали на пиццу потому что они не справлялись уже с принятыми заказами и не могли отдать все пиццы мы пошли тогда купили там только картошку фри и потом когда мы пошли уже в ресторан на ту сторону бассейна думали покушать там там более такое меню уже ну блюдо первое второе вот такое там мы пришли не было ни одного свободного столика были только маленькие столики кофейные такие ну то есть есть можно было на столик кофейный нас восемь человек естественно мы садиться не стали можно было подождать я спросила сколько ожидания еды они сказали час а если они говорят час то это больше всегда надо прибавлять соответственно мы там не покушали потому что ну смысл ждать тратить время мы вернулись на шезлонги до загорали до купались до отдыхали уже поехали в кафе так чмальское подворье я вам могу показывала тоже вот там очень вкусно очень вкусно и недорого покушали в четвером две тысячи мы отдали мы брали пасту три пасты муж я и Лера лера себе брала порцию драников мы с мужем взяли тоже одну порцию драников на двоих там три больших драника со сметаной очень вкусно мелкая брала картошку фри наггетсы и что она попить себе брала чай мы брали чайник на троих и Лера брала морсик себе отдельно стакан морса вот ладно но я к чему все это я к тому что при выходе с чемалстори с этих браслетов сдачу естественно они возвращают но возвращают на карту то есть если вы карты оплачивали пополняли возвращают на карту я пополняла изначально на две тысячи потом тысячу мы еще с карты пополняли когда нарукавники покупали для мелкой и потом когда пошли в ресторан решили еще на тысячу на тысячу еще пополнить наличными вот но в итоге мы потратили там только триста пятьдесят рублей на нарукавники соответственно 2 650, ой, 3 650 нам должны были вернуть, потому что получалось, в общем, мы на 4 тысячи пополняли, так как тысячу я наличным пополняла, мне вернули наличными, тысячу, которую мы пополняли допом с картой, она автоматом вернулась даже, ну, то есть там в истории платежей ее как будто бы даже не списали, то есть она вот, как я перевела со Сбера на Альфа-банк себе, так там она и осталась, а те 2000, которые мы пополняли изначально, с них мы вот купили на рукавнике, и 1650 должны были вернуться, до сих пор они не вернулись, у сестры она оплачивала Сбербанком, у нее вчера денежка вернулась, а у меня до сих пор деньги не вернулись, ну, сказали, зависит от банка, ну, и так далее, ну, в общем, будем ждать, может быть, вернутся еще эти деньги, не может быть, они вернутся, вопрос только когда, мы ездили еще позавчера, так что рекомендации мои иметь наличку, на Алтае вообще переводы есть, терминалы где-то есть, но приветствуется наличка, ну, и автоматически, если бы вы заплатили наличку, если бы мы полностью пополняли браслеты с налички, нам бы денежку сразу отдали, поэтому имейте в виду, вот такая еще рекомендация, ну, это для тех, кто поедет, я знаю, что кто-то по-любому поедет, будь здоров, ну, что, давайте спросим у моих девчонок, как им поездка в этом году на Алтай, краткий отзыв, Лера, было круто, все понравилось, чего не хватило, ну, все, всего хватило, дней не хватило, да, Николька, а тебе как поездка на Алтай, хорошо, да, что тебе понравилось больше всего? площадка, площадка, а тебе, Лера, что больше всего понравилось? бассейн, бассейн, бенная дискотека, да? да, нет вот дискотека, да, ну, Зая, тебе что понравилось, что не понравилось? все понравилось? все понравилось? хорошая поездка была, еще поедем? поедем еще? наверное, поедем ну, и давайте мое краткое резюме этого отпуска, с собой было взято две книги, не прочитано ни одной странички, телефон в руках был крайне мало, и то только, наверное, для того, чтобы снимать влог, совсем чуть-чуть инстаграма было, поэтому старались максимально отдыхать, абстрагироваться вообще от всей ситуации в мире, от будней трудовых, отдохнуть и душой, и делом. конечно же, то, что я вам снимала, это настолько маленькая часть нашего отдыха, вы заметили, влоги короткие, старалась снимать, но и не перенагружать себя, так как у меня есть канал, да, теперь все-таки я обязана снимать и показывать, я думаю, что многим это было интересно, даже если есть люди, которые никогда не поедут на Алтай, все равно хотя бы через экран телефона посмотреть реальную картинку, а не там фотки, да, с интернета. Вот, поэтому телефона и книжки практически не было, когда я ложилась спать, я попыталась что-то там, немножко какие-то фотографии загрузить, статус ватсап, фотографии в инстаграм, видео в инстаграм практически не было, но на ютуб тоже старалась и монтировать, и снимать, сейчас еще не вышел влог, но он смонтирован уже по вчерашнему дню, там тоже минут, наверное, на 20, я его домой приедем, сегодня выгружу, а этот влог выгружу вам, наверное, завтра, потому что пока будем ехать домой, что-то еще, возможно, поснимаю, вот там, смотрите, впереди черная туча, вот. Вот, отдых однозначно удался, в этот раз без сюрпризов по поводу базы, слава богу, потому что очередной раз хочу сказать, что база просто идеальная, место расположения это раз, сервис, обслуживание, клиентаориентированность, ориентированность, доброжелательность, вот, знаете, не было ничего, что бы мне бы не хватило на этой базе, абсолютно, там сделано все для людей, это чувствуется. Сама хозяйка Наталья, она и встречает гостей, и провожает на заселение, и также, когда вы сдаете номер, она идет с вами, смотрит все, желает хорошего пути, и, конечно же, они приглашают вернуться снова. Конечно же, мы с ними попрощались до следующего года, сказали, что мы теперь, естественно, только к вам. За год, который прошел, мы были в прошлом году на этой базе, и приехали в этом году, есть изменения, ребята постоянно что-то дорабатывают, постоянно где-то что-то делают, строят, то есть, вот, там два домика, четырех местных, я вам показывала, ребята оттуда вчера ночью съехали, сегодня до заселения новых жителей, они помимо уборки, естественно, да, они что-то там еще пилят, строят, подделывают, ремонтируют, то есть, если какой-то нюанс, вот у сестры в домике шезлонка сломался, его рано утром забрали, починили, отреставрировали, в обед уже вернули. Также у них чуть-чуть подтекал шланг в унитазе, мы когда домики сдавали, Таня сказала, Наталья говорит, да вы сразу бы сказали, мы пришли, вам все подремонтировали. Мы такие, да, ладно, как бы не страшно, но просто, чтобы они обратили внимание, поэтому на самом деле очень приятно ехать в такое место, где тебя ждут, где тебе рады, и цены очень адекватные, вот хочу сказать, если брать расположение, Чемальский район, село Олег Монар, это немного не доезжая самого Чемала, расположение очень удачное, потому что оттуда во все стороны недалеко до каких-то достопримечательностей, которые в округе, конечно же, находятся. Если брать уже Марсовые поля, Октаж, Гейзерное озеро, Каракольские озера, это все очень далеко, в Каракольские озера вы на своей машине не доедете до конца, там нужно брать вот эти 66 или как они там называются, то есть эту комплексную экскурсию. На базе также есть список экскурсий, которые можно заказать с доставкой, так скажем, и сплавы на рафтах разных уровней сложностей, и конные прогулки, ну, в общем, очень много различных тоже экскурсий на любой вкус. Вот, конечно же, да, опять же повторюсь, возможно, не все места, которые хотелось бы, мы посетили, но в любом случае все не посетишь, и за раз, и за два, и за три природа горного Алтая просто великолепна. Смотришь и понимаешь, что это все создала мать природы, здесь нет ничего такого, что создали руки человека, имеется в виду, конечно же, природу, остальные все развлечения на Алтае с каждым годом становится их все больше, кафешек приличных все больше, если мы, сколько лет мы уже ездим на Алтай, даже, наверное, не посчитаю, ну, раз в семь, наверное, были, и за вот эти разы все, так скажем, если раньше для меня была проблема питания именно, потому что, ну, на дошираках долго не выживешь, конечно, есть кухня, можно готовить, но готовить в отпуске не хочется, можно приготовить завтрак, ну, можно там, допустим, отварить каких-то пельмешек там и так далее, но разготавливать не хочется, вечером, конечно же, это мангал, а днем все равно иногда хочется поесть какой-то еды обычной, нормальной, вкусной, и сколько раз мы были, наверное, это самый удачный раз в плане питания, остальные разы кушали дорого везде и невкусно, вот понимаете, вроде домашняя еда, но невкусно, абсолютно невкусно, отдаешь, как бы, денег, чек там кафе, а ешь даже не то, чтобы уровня столовки, столовки тоже вкусные бывают, у вас в Сочи, допустим, там столовки уровня бог есть, вот, поэтому это очень радует, что, в принципе, этот туристический район, он развивается, появляются приличные места, вкусные места, обязательно мы запоминать, будем возвращаться, и теперь мне уже в плане питания на Алтай ехать не так страшно, ну, может быть, не страшно, не знаю, как это правильно сказать, ну, то есть всегда какие-то вот сомнения в плане питания у меня возникали, думаешь, блин, где кушать, хочется, понимаете, накормить и детей, и себя, ну, себя ладно, но хочется кушать вкусно, а вот с детьми это всегда проблематично, потому что, наверное, у многих дети в отпусках едят чипсы, картошку фри, там вот эту всю дрянь, но одно дело, когда ты кормишь детей вот такой дрянью, и помимо этого они нормально едят в кафе, это уже проще, поэтому, ну, Николь, конечно, с ней сложнее немножко, но тоже что-то ела, слава богу, вот, Лерочка у нас уже ест нормально все, проблем с питанием нет, она и в кафе ела, и чипсы лопу, вот, поэтому не переживала я за это дело, вот, поэтому желаю, конечно, чтобы это туристическое место развивалось и дальше, все больше и больше новых баз строится, каких-то местечек, кафешек, развлекательных центров, таких как Чимал Стори, вот, мы были несколько раз на Рублевке, это аналогичное место, но там немножечко все по-другому устроено, но принцип тот же, съездить, покупаться среди гор, вот, там в этом году что-то там, изменения какие-то были на Рублевке, и подняли ценник, причем подняли очень прилично, и мы так посчитали, мы хотели на Рублевку опять ехать, я про этот Чимал Стори знала, ему, наверное, года три этому комплексу, и я туда хотела еще в прошлом году, но так как там ценник был дороговастый, мы поехали на Рублевку, в этом году ценник одинаковый, что там, что там, Чимал Стори цену не поднимали в этом году, мы решили поехать туда, и на самом деле не прогадали, нам там понравилось намного больше, более современно, классный бассейн, очень удобные лежаки, это тоже очень важно, потому что, если лежак неудобный, ну, ты долго там не пробудешь, а здесь очень комфортно, с мягкими матрасами, прям, ну, вообще, место однозначно тоже рекомендую к посещению. Единственный нюанс по питанию, пораньше, кушайте там пораньше, либо заказывайте ту же пиццу, ее можно, вам ее пожарят, выдадут, и вы можете принести ее на шезлонги, и она может у вас лежать, вы можете в течение дня ее кушать, вот, ну, собственно, так нареканий нет, но возврат, это все дело банка, возврат средств, поэтому записаться нужно наличкой, у меня была часть средств наличные, часть безнал, вот, у сестры был только безнал, и в каких-то моментах им было сложновато, потому что связь тоже не везде ловит хорошо, перевод сделать тоже не везде удобно, но все равно выкрутились, все равно все было хорошо, у меня была наличка, мы делились наличкой, поэтому все было у нас отлично, отдых однозначно удался, мы провели его в такой отличной компании, и с моей сестрой и ее семьей, мы так ездим уже, наверное, четвертый год вместе все, четвертый год, а до этого мы были еще два раза, значит, это шестая поездка на Алтай, так что будет и седьмая, и восьмая, и я думаю, до бесконечности, и пенсионерами будем сюда ездить, потому что люди абсолютно разных возрастов, как с маленькими детьми, так и молодые пары, так и люди более преклонного возраста, кто семьями, кто компаниями, кто маленькими компаниями, очень здорово вообще окунуться, перезагрузиться, нам удалось, я думаю, поэтому мы с отдохнувшим душой и телом едем домой, соскучились безумно по нашим животным, вот, поэтому прям ждем уже встречи с ними, ну и, собственно, все отлично, какой настрой, какая отдыха, зависит еще от настроя, от компании однозначно, от места, природа, погода, да, была не всегда прекрасная, но нам не помешало абсолютно отдыхать, поэтому все было супер, все было отлично. Какая красота у нас тут по пути, куриная слепота, наверное, но вот целое поле огромное, ярко-ярко-желтое. Слушайте, мы попали в редкостный дождь, просто, видимо, как здесь проливались, заехали прям, мы прям видели, как заедем в этот дождь, сейчас проедем, надеюсь, этот райончик дождем, и все будет нормально, надо съехать очень сложно. Мы, наконец-то, добрались до Парнаула, здесь вот такой кафешкиш. Ой, мы тут непонятно вообще сидим. Такая цветная кафешка, Лера уже умудрилась разбить свое кольцо, ну, это в этом вся Лера. Вот, кофе, маленький какой-то муж мне взял, шоуруму, не ту, которую я хотела, в общем, потому что мы оставили их заказывать, сказали, что заказать, и побежали с Лерой в туалет. Заказано было не то, к сожалению. Ну, что есть, то и будем кушать. Призомнемся, покушаем, и до дома. Мы проехали уже больше половины пути, наверное, километров 400 уже. И поедем домой дальше. Осталось километров 200 примерно. Готовы наши огромные бургеры, просто у детей бургеры. Слушайте, а шоурума просто, она мне почти, вот смотрите, огромная, огромная, жесть. Мам, я хотела бургеру, а с оттеней? Нет. Все, мы покушали и направились домой. Кстати, бюджет на питание на обратном пути был заложен в те 40 тысяч. Вот, поэтому, ну, плюс на базаре мы там две с копейками оставили. Поэтому примерно вот такая стоимость нашей поездки. Нам осталось 200 километров, чуть меньше до дома. Мы сыты, в туалет сходили. С новыми силами в путь, дорогу, идет дождик. Виды уже не такие, конечно же, уже все просто в полях, леса. Вот, ну, силы есть до дома доехать. Сейчас, может, подремлет немного, ведь, поэтому чуть-чуть уже осталось. Мы заехали уже в Новосибирскую область. В НСК лето, солнце, самое настоящее июльское лето. Солнышко высоко еще, время уже 5 часов 20 минут мы едем. 6 часов 20 минут, 10 минут, это мы без 10-11 выехали. Позади ХЗ сколько километров, я не знаю. С пидометра там общая цифра. Вот, но нам уже осталось совсем немножко. Мы уже по Новосибирской области передвигаемся. Силы еще есть. Дорога в целом несложная, по мне так, сидя на пассажирском сидении. Но мне кажется, нормально, терпимо. Встречка есть, суббота, сегодня многие, наверное, прут на Алтай. Но по мне так приемлемо. Нигде мы сильно долго не тащились, ни за кем. Где-то были ремонтные работы, но в целом, я считаю, нормально идем. Вот, домой доедем, я вернусь к вам. Ну что, ура! Мы дома. Наш светлый. Мы поворачиваем. Время в пути ровно 8 часов. И позади 1320 километров с учетом покатушек еще по Алтаю. Это от дома до дома. Мы заезжаем в Магнит, потому что дома Шаром покати. И на это деньги тоже были заложены, но не в те 40 тысяч отдельно уже. Спасибо большое, что были со мной в этот отпуск. Для меня это первый опыт такой. Очень приятно было читать ваши комментарии. Ну и мы отдыхать за продуктами и отдыхать. И увидимся с вами уже в рабочих буднях. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Впереди много всего интересного. И пока-пока, до новых видео.